Добрый день дорогие друзья, категорически вас всех приветствую и сегодня в нашей любимой игре Identity 5 наконец-то вышло новое и достаточно большое обновление. Во-первых, был добавлен новый маньяк, во-вторых, был добавлен прикольный новый дневник для Эмили Дайер, то есть для той самой стадовницы. И сегодня на видео прямо в прямом эфире, точнее под запись, я буду проходить вместе его с вами и переводить прямо для тех, кто не силен в английском языке. Кстати, по поводу сильных в английском языке, совсем скоро в нашей игре будет добавлен русский язык и не просто русский, а даже с озвучкой. Когда это будет, пока точно неизвестно, но вроде бы как говорят про конец октября. Классные новости, давайте, если вы увидите что-то новое, если вам понравится такой формат, обязательно поставьте лайкосик к этому видео и само собой подпишитесь на наш канал и приходите на наши предпринимательные трансляции. А я пошел проходить дневники Эмили Дайер. Как же надо можно зайти в эти дневники? Ну, во-первых, надо обязательно пройти Logic Path. Ну, как же попасть в эти дневники? Да, очень просто. Открываем нашу, наш альбом, открываем нашу гарденшу, переходим в дедакшн наш и как только вы проходите всю вот эту циспочку, у вас открываются дополнительные квесты. Вот именно их, вот эти вот дневники мы и сейчас будем вместе с вами проходить. Давайте посмотрим. Здесь пишется то, что можно зайти в, можно сказать, это дневниковая дедакция, то есть, ну, чтение дневника, а это может быть прервано в любой момент, но тогда прогресс не будет сохранен. Ну, это такое общее предупреждение. Давайте заходим в игру. Эмма Вудс. Сегодня мой второй день в поместье. Отношения между мистером Рилли и мистером Пирсеном становятся хуже. Возможно, я должна поговорить с мистером Рилли, после всего, что... Что-то там про кровь не успел прочитать, уж больно быстро пролетела эта фигня. Так, Калиоп. Итак, блин, очень быстро пропадают некоторые моменты, я даже прочитать сам не успеваю. Так, нам надо поговорить с ним. А как с ним поговорить? Эмма... А, просто на него нажать. Добрый день, мистер Илей. Добрый день. Возможно, я не должна это говорить, но не могли бы вы, пожалуйста, говорить эти вещи про мистера Пирсена? Мистер Пирсен это жулик, вор. Я просто реагировал, как обычный человек. На его глупости и обиды, ну, плохие вещи. Ты была бы рада, увидев таракана. Но... Я знаю. Ты беспокоишься. И я так же... Я так же... Я знаю, кто-то беспокоился, и я так же беспокоюсь тоже по этому поводу. Но послушай, это не только мои проблемы. Он должен быть в обеденной комнате сейчас. Видимо, он любит тебя. Ну, или бы относится с хорошим... Ну, не просто так к тебе. То есть, симпатизирует тебя. Поговори с ним. И скажи ему, чтобы он держался от меня. Подальше. Так, нам надо поговорить с жуликом. Он, видимо, находится в одной. Эта дверь ведет на второй этаж, и мне сейчас там нечего делать. Сюда тоже ведет на второй этаж только. Так... Давайте посмотрим дальше. Ага, видимо, эта комната на первом этаже находится. Хорошо. Пойдемте искать вора. Так... Переходим. Так, ну вот, видимо, чтобы взаимодействовать, надо надо нажимать на треугольнички эти маленькие. Мистер Пирсон, вы здесь? Странно. Мистер Рилли сказал, что он был в комнате для обедов. Наша задача теперь найти его. Так, ну тут, видимо, мне надо будет смотреть. Эта кухня ведет... Эта дверь ведет на кухню. Так... Можно заглядывать в шкафы? А, в шкафы мы не заглядываем, мы в него прячемся сразу же. Ну, понятно. Видимо, надо будет против кого-то попрятаться немножечко. Так... Вью... Закрыто. Я не могу ее открыть. Так, да. Закрыто. Не могу ее открыть. Прошу прощения за всплывающее сообщение, я опять забыл их отключить в нужный момент. Это поместье выглядит как тюрьма. Так, а где же он может быть? А, записка. Последний гость Эмили Дайер. О, начинается ролик. Снимая сцена. Заходит наш доктор. Простите, пожалуйста, кто-нибудь здесь есть? Так, зашла наша докторша. Приветствую. Мое имя Эмми Вудс. Я садовница. Эмили Дайер. Я доктор. Оу! Я перепутал имена Эмили Вудс и Эмили Дайер. Доктор, но... Я знаю, мой внешний вид, он немного смущает, но я доктор. Ну, я имею ввиду технически. Я извиняюсь, я... Я хочу пройтись немножечко, простите меня. И пошла на цыпочках. Доброе утро, миссис Вудс. Как все прошло? А, где вы были? Я... Ну, уходил немножечко. Крэчер... Крэчер пригласил меня в твой сад. Я прошу прощения, мистер Пирсон. Я должна поговорить с вами по поводу мистера Рилия сначала. Ты отказываешь приглашению мистера Крэчета? Он становится достаточно странным, пугающим. Что может быть более важным, чем мистер Крэчет? Ты отказываешь мистеру Крэчету. Крэчет научит тебя, что более важно. И нам дали по щам. Классно. То есть можно дидэкшн провалить. Ну ладно, мы зато теперь точно знаем, что нужно делать. Так, читаем быстренько записочку. Так, пропускаем. Говорим. Здесь должен вор появиться, и мы должны... Вот он, выбегает просто оттуда. Это понятно. А кто такой мистер Крэчет? Простите меня, пожалуйста. Миссис Уудс, вы знаете, где моя комната? Да, знаю. Следуйте за мной. Прошу прощения, мистер Пирсон. Простите меня за мою грубость. Так, а вот теперь мы должны... 1F02. Кто был этот молодой человек? Критчер Пирсон. А, это и есть Критчер. Его так и зовут. Он не просто Пирсон. Он выглядит немножечко грубоватым, но в принципе... Он достаточно неплохой человек. Хороший? Но он не выглядел как хороший. Вы уверены, что он все еще хороший человек? Мистер Пирсон хотел построить дом для детей. Ну, приют. Он хороший парень. Он совершенно не выглядит как хороший человек. Ну ладно, пойдем идти дальше. Продолжим нашу прогулку, мистер Судс. Так, видимо, одна из комнаты. Ваша комната! Ключ должен быть в письме с приглашением. Большое спасибо за помощь. Когда ты будешь проходить через объединенную комнату, возможно, вы должны проверить статую. И также, пожалуйста, не приближайтесь к хорошему парню. Бояться мистера Пирсона? Почему? Я думаю, у него есть особенное хобби. Ну, конечно, если вы воспримите мои слова как предупреждения. Так, вообще странное. То есть, она как-то... Либо она знала мистера Пирсона, но она говорит про странные хобби нашего вора. Интересно. Так, статуя. Человек, который любил... Точнее, владелец этого поместья, особенно любил... Как-то скульптуры. Я думаю, что... А, ну... Я думаю, в это пришло время, чтобы разобраться между двумя этими ребятами. Мистер Пирсон пошел обратно в сад. Я должна поймать ему... Я даже могу успеть поймать его, если поспешу. Так, нам надо пойти в гарден. Так, гарден, гарден, гарден. Возможно, если он где-то здесь. Эта дорога ведет в сад. И чаще всего я единственная, кто ею пользуется. Мистер Пирсон, вы здесь? Возможно, он с золой прячется где-то в кустах. О, чучело. Причем, можно поговорить сразу. Привет, мистер Скарикор. Выглядит, что он не хочет со мной разговаривать. Или же просто физически не может. Так, мистер Критчер. Вот он тут сидит. Никто тут не прячется. Ага, то есть надо подходить к кустам смотреть. Просто обычные кусты. Так, а где ты можешь... Вот еще есть место. Здесь ничего нет. Вот еще кустики. Возможно, я совершил ошибку, и он не пришел в сад. Я не смогу решить эту проблему сегодня. Часто... Ну, и вот эта вот перепалка между этими людьми заставляет мою голову болеть. Ну, то есть делает мне неприятно. Может ли кто-то решить эту проблему? Вообще любой. То есть она, видимо, сказала то, что... Ее это раздражает. Ну, здесь я, насколько помню... В общем, как-то внезапно оно заговорило, и говорит оно на совершенно не английском языке, поэтому здесь я вам не могу ничем помочь. Хотя бы добавили бы субтитры, что ли, для полноты ощущения. Это не могло быть по-настоящему. Это, возможно, должна была быть галлюцинация. Я должна поспать. Если они продолжат ругаться... Ага, не успел дочитать. Ну, в общем, она понадеялась, что они перестанут ругаться. Вот такой вот был первый дневник, поэтому давайте поставим жирный лайкос этому видео, и в следующей серии мы пройдем уже вторую часть. Поэтому всем большое спасибо за просмотр, и обязательно приходите на просмотр второй части.